привет друзья я зажигаю свечи перед очередной встречей с диетологом лидии ионовой вы сейчас поймете зачем я зажигаю свечи не просто ради атмосферы не просто ради красоты картинки и такое все прочее в общем видели заголовок ролика про выгорание сейчас пойдет речь про психологию потому что лидия у нас а не только кардиолог не только диетолог не только человек который понимает все про вес но и про психологию тоже у вас есть образование да и это ценно мы любим когда у нас все по науке мы с вами кстати не ответили в прошлом ролике на вопрос который задали в начале почему вы себя называете антидиетологом знаете я уже устала рассказывать столько лет почему диеты не работают с 98 года я говорю почему это так это не мое личное мнение научные исследования показывают что к сожалению это так подтверждаю постоянно выходят обзоры которые анализируют этот вопрос одна диета другая диета 10 диет 15 диет и все равно долгосрочные результаты плохие люди возвращаются к своему прежнему весу и нормально все а даже как там от превышают до 1 сказала наша героиня килограммы возвращаются с пленными с пленными красивые очень образно не работают не работают долгосрочно нет поэтому когда я создавала свой метод и изучала что собственно работает долгосрочно долгосрочно работает изменение пищевого поведения формирование новых привычек и если они сформированы то все они остаются с человеком навсегда а каковы эти привычки это вы смотрите нашу предыдущую встречу с лидией в которой мы говорили о том что она есть сама и благодаря чему так прекрасно выглядит спасибо но сейчас хотелось бы поговорить про психологию другого рода вы недавно сделали такую пронзительную публикацию даже не одну про так называемое эмоциональное выгорание про то с чем люди периодически сталкиваются когда возникают вопросы а тем ли ты занимаешься хочется ли тебе это делать каковы рецепты как выбраться из этого многие начинают там есть усиленно или пить не осознанно конечно да ну во первых нужно начинать наверное даже не с того чтобы выбраться чтобы понять что ты в нем осознать вот вы сталкивались с этим да конечно но мне проще потому что я много лет учу клиентов как из этого выходить я знаю соответственно все симптомы и тут раз оно само и тут раз оно и да и вы его узнали да конечно но не узнать его невозможно или его можно единственное спутать с депрессией такой уже средний тяжелый потому что настроение в этот момент очень подавлено и самое главное что нет сил физически нет сил и это не какая-то физическая стыне и после болезни да например но у меня то это совпало еще и из прививка и физическая немножко к сожалению тоже и когда вот ощущаешь себя я не знаю там перегоревший лампочкой или сдутым шариком и я понимаю что куда-то делись мои привычные эмоции там моя радость жизни и удовольствие что мне всегда обычно говорят друзья господи будь оставайся такой же жизнерадостной как ты всегда была и вдруг это куда-то делась и для этого нет каких-то ну вот таких вот серьезных причин а просто все задолбал ситуативных ну да но он когда начинаешь разбираться понятно что не просто задолбала потому что в отличие от большинства людей у меня-то с точки зрения физиологии все было нормально очень многих людей дефицит сна например приводит к тому что быстро развивается выгорание или дефицит физической активности там абсолютно сидячий образ жизни ну я уже не говорю там про плохую еду у меня с этим все было в порядке и вдруг случилось но много факторов совпало было у ребенка тяжелая ситуация в школе эмоциональная потом были экзамены у одного у другого мы переехали на новое место привыкание вот к этому ко всему еще прививку сделала и вот побочные эффекты там ну там да естественно станическое вот это вот состояние она усиливается и все я вижу и понимаю что у меня не ну ну нет сил вообще совсем и я точно знаю что это выгорание и когда уже понимаешь что с тобой происходит то тогда можно выработать ту стратегию которая поможет индивидуально большинству людей нужно начинать конечно с физиологии вот о чем мы говорили первая сон физику и да но выгорание бывает нет сил на то чтобы заниматься физической активностью вот от слова совсем это что можно делать в этом состоянии ходить вот просто выходить на прогулку если это прогулку сочетать еще с медитативной практикой когда мы переносим внимание например в стопы то есть мы идем наши мысли убежали куда-то мы заметили что они убежали мы перенесли их в стопы и вот ментальная тренировка мысли убежали мы их вернули убежали вернули и это в процессе ходьбы соответственно все происходит но грубо говоря концентрироваться на своих физических ощущениях да да можно на дыхании в общем много есть разных техник и это очень очень помогает когда это делаешь регулярно ну и конечно же еще психотерапия нужно обратиться за помощью очень важно обратиться за помощью потому что очень часто изнутри мы картинку не видим и для того чтобы ее увидеть нам нужен другой человек который просто как зеркало будет отражать то что происходит даже вы специалист не стали заниматься самолечением нет я вообще регулярно хожу на психотерапию здесь я ее запланировала просто вот летом уже на нее пошла и в этот момент случилось выгорание поэтому весь прям все удачно совпало знаете про психотерапевтов про психологов часто говорят что они всем прекрасны но на них подсаживаешься без них потом не можешь обойтись нет потому что у меня лично нет я не знаю может быть у кого-то я понимаю для чего я это делаю мне это нужно с профессиональной точки зрения потому что я опять-таки как психолог помогаю людям менять пищевое поведение и только когда я знаю всех своих тараканов лицо когда с ними со всеми знакома а я могу быть для другого человека тем самым зеркалом который отражает их они свое потому что психологии есть такой эффект называется переноса и контр переноса да когда приходит клиент и он видит в терапевте там не терапевта а какую-то фигуру очень часто родительскую значимую и и контр перенос когда если не было психотерапии у специалистов в достаточном количестве он видит в клиенте опять-таки не его а что-то еще дополнительно поэтому я обязательно регулярно прохожу психотерапию с этой целью что помогло вам ну мне помогло несколько вещей да я уже сказала что физика у меня была закрыта поэтому конечно же а мне помогла психотерапия помогло то что я делала уже до этого соответственно регулярно умеренная физическая активность которая мне в радость когда там нет сил совсем можно или пойти погулять или сходить на акваэробику это тоже прекрасно я пошла петь петь до заниматься вокалом музыка вообще мощный такой стимулятор да да особенно когда исполняешь сам ну конечно это очень здорово и снимает стресс одновременно да и меняет наши эмоции повышает настроение какие советы общего характера помимо вот того что вы назвали уже сон физическая нагрузка ну вот по поводу еды давайте развернем чуть-чуть иногда можно встретить подборки продуктов для хорошего настроения это все работает или не работает но что бананы не работают в них же вроде там предгормон дело в том что тот трептофан который соответственно влияет на центральную нервную систему он не проникает через продукты через гематоэнцефаллический барьер поэтому можно хоть объесться бананами задержание никак не изменится вы тут вишню советовали для засыпания хорошего мелатонин да потому что это другая история другое вещество не вот эта витамин кислота работает бывать кстати говоря на солнце обязательно особенно если это неприятность случилось с вами зимой осенью да когда мало солнца вот прям вот выходить на солнце хотя бы на 1-2 часа потому что это через сетчатку стимулирует и стимулирует соответственно выработку того самого серотонина который влияет на наше настроение работает очень внимательно и бережное отношение к себе потому что большая часть людей вот моих клиентов когда они выгорают они начинают себя обвинять в этом возникает огромное количество критических мыслей и депрессивных мыслей и они окрашивают реальность человека и человек даже не понимает что мозг сейчас искажает реальность что она не такова что то что ему кажется вот таким безнадежным серым унылым оно не таковой сам факт осознания что вот мои мысли сейчас я им не могу на сто процентов доверять это соответственно очень важно и по поводу еды все-таки скажите подборки продуктов для настроения не работают а что работа работает просто обычная нормальная здоровая еда без фастфуда и без алкоголя потому что когда у человека нет сил очень часто неосознанно кто-то из людей начинает есть да то что кажется ну вот 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 сейчас я получу причем кажется на бессознательном уровне эта мысль даже она не возникает шашлычок под коньячок вкусно очень нет там хуже обычно хочется сладкого очень часто потому что простые углеводы все-таки они как быстро поднимают уровень глюкозы в крови точно так же потом быстро опускается ниже предварительного даже первого уровня и селедки под шубой ну там все что угодно может быть из любимых продуктов чаще всего это любимые детские продукты с которыми психика связывает состояние там любви защищенности безопасности приятных эмоций все что было любимым в детстве в этот момент этого может очень сильно хотеться давайте советы потому как избежать как не войти в не войти в выгорание выгорание чтобы не войти в выгорание ну тот самый образ жизни который нам очень важен и в этом образе жизни одна вещь которую мало кто сейчас планирует опять-таки учу этому своих клиентов она называется отдых мы живем в таком сумасшедшем ритме в таком диком количестве информации особенно если это большой город то это все очень набегу на скаку с появлением соцсетей мы неосознанно сравниваем себя с другими людьми опять-таки доверяя соцсетям как будто вообще там вот истина и абсолютнейшая правда как будто ким кардашьян действительно выглядит так и вот этот ритм эти амбиции эти сравнения приводят к тому что в культуре отдых это что-то под запретом мои родители например бабушка моя которая в 896 году еще вообще родилась и поэтому бабушка которая пережила войну смогла там сохранить жизнь маме которая в этот момент только родилась основная ее идея была отдохнем на том свете то есть то что было для того поколения важно для выживания неосознанно передается через следующие поколения и ну я-то с психотерапевтом проработала да а многие клиенты с которыми начинаем работать их просто колоссальный вот такой культурологический и сценарный запрет на отдых но ведь это активность которая полезна нет запрет на отдых как таковой какая активность если человек восемь там 10 часов работал потом пошел в тренажерный зал потом вечером опять сел работать если вдруг 30 минут отдохнуть просто полежать вот особенно запрет на такой вот пассивный отдых то внутри сразу первая мысль что все я никуда не гожусь а сейчас все там меня обгонят и перегонят а я лентяй или лентяйка как же так мы это правда действительно перегонят нет нет объясню почему потому что наша работоспособность она не линейна и есть исследования которые показывают что если человек работает больше 36 часов в неделю значительно больше а уж больше 50 его эффективность резко снижается а илон маск который бесконечно и это исключение его синдром аспергера мы знаем это исключение до которая соответственно может подтверждать правило до большие исследования показывают что количество активных рабочих часов оно должно быть небольшое но качество при этом будет тогда другое если мы отдыхаем короче надо отдых планировать вставлять себе в план обязательно и дальше посмотреть а работа моя с чем связано если работа сидячая то в отдыхе обязательно должна быть какая-то активность или наоборот если работа она такая очень активная до человек много движется в сферу своей деятельности то в отдыхе нужно планировать там лежать сидеть отдыхать неактивно то есть качество отдыха тоже очень важно зажгли огонь надежды в душах людей которые думают что все плохо периодически приходят это но это нормально когда кто-то думает что иногда все плохо важно понять что это наше восприятие которое можно изменить а не абсолютная реальность спасибо большое лидия ионова диетолог кардиолог и еще психолог который всегда дает нам добрые обнадеживающие советы давайте здоровья удачи и красоты увидимся спасибо большое спасибо